Добрый вечер! Здравствуйте, Сергей! Меня зовут Евгений Доделев, ее зовут Изабелла. И я думаю, что она не попадет на спектакль «Нашла коса на камень», потому что видно, что животное очень серьезное, а у вас позиционирование, что это комедия. На самом деле, у меня мечта была, чтобы все-таки на сцене еще были и животные. Я придумал очень много чего интересного. И оркестр живой, и шампанское, и торт. Все это будет в спектакле. И я хотел еще маленькую собачку для героини, или там кошечку, чтобы уж такое... Возьмите! Но все-таки кошку выпускать на сцену опасно, потому что она может порой переигрывать артистов, и весь зал будет следить, чем занимается эта кошка на сцене. И бедные артисты будут пытаться переигрывать. Такое уже бывало, когда, допустим, на сцене МХАТ, вообще на многих сценах, когда выходит кот на сцену, когда он так дефилирует, проходит где-нибудь там. В МХАТе так было. Я помню, сыграл спектакль «Амадэ» с Олегом Павловичем Табаковым. И периодически там мяукали кошки. Все думали, что это в записи. Ну, а почему нет? Вена. Ну, да. Вот 17-й век, Вена. Ну, наверное, 18-й век, 18-й, Вена. Думают, ну, почему кошки были там еще... Маленький тигренок. Почему нет тигренок, который прошел по сцене? И периодически там приходилось перекрикивать. Гоняли кошку, которая могла спокойно выйти на сцену. Тоже актриса, наверное. Она считала себя актрисой. МХАТовская выходила играть. Но рядом играть было практически невозможно. Поэтому отказался от этой затеи. Хотя собачка, наверное, подумаю. Может быть, все-таки собачка. Потому что у нас героиня там очень богатая. Такая рафинированная. Из очень богатой семьи. Лидия Чебоксарова. Которая, к сожалению, сейчас нет. Она опаздывает на эфир к нам. Пробки. Карина Андаленко стоит в пробке. Может, мы ее дождемся все-таки? Да. А пока мы поговорим с главным героем. С исполнителем главной роли. Мне все-таки кажется, что это не совсем смешная история. Нет? Вот как я и представляю. Вы считаете, что это все-таки комедия? Написано комедия. Да. То, что написано, я прочитал. Но история-то не самая веселая, мне кажется. С точки зрения вашего персонажа. Это тот вариант, когда герои не знают. А зрители знают больше, чем герои. И для героев, безусловно, это не комедия. Не комедии они хотят. Хотят любви. Настоящей любви. Но так сталкиваются они, как коса на камень. И никак у них не случается. И изменить друг друга хотят. И не меняются. Но Островский нам дает правила, как все-таки можно женщину-то... А почему Нашла коса на камень? Ведь в оригинале «Бешеные деньги» тоже, по-моему, название достаточно такое. Нашла коса на камень. Это первый вариант названия этой пьесы. Дальше было «Не все то золото, что блестит». И потом уже Александр Николаевич остановился на названии «Бешеные деньги». Поскольку пьеса, она вбирает в себя еще несколько пьес Александра Николаевича Островского. Знаете, когда ставишь Островского, хочется все пьесы, всех персонажей вывести на сцену. Такой огромный большой спектакль по Островскому. Он дает очень много колоритов. Все персонажи, они такие вкусные, сочные. К великому сожалению, так получилось, что невозможно всех персонажей. Но я увеличил количество героев, и в этой пьесе заняты не только персонажи пьесы «Бешеные деньги», но и другие герои. Поэтому я решил взять старое название этой пьесы, поскольку это уже стало отдельным произведением по Островскому. Здесь много персонажей, которые вы узнаете, увидите из других пьес. Они мне очень важны. Там рассматриваются две судьбы. Две судьбы – героинь, двух разных героинь из разных сословий, но, тем не менее, очень похожи по своей судьбе. Идет отражение. В одной героине отражается другая. И нам очень важно понять, а что же будет с этой нашей героиней, с нашей Лидией Чебоксаровой. У ней какой путь? Если она выберет, сделает неверный шаг, неверное решение, она примет в своей жизни, что с ней будет дальше. И вот на этом как раз идет вот это вот сочетание отражений. И герой главный, Савел Иванович Васильков. Фамилия Мещанская – Васильков. А Карандышев разве не Мещанская фамилия? Островский дает понять, что есть люди даже с простой фамилией, но настолько честные, настолько чистые в восприятии этого мира. Добрые люди. Причем наш герой – это бизнесмен. Начинается вот тот самый русский бизнес в 19-й век. Почему для меня даже было забавным так даже назвать, даже в рекламных соцсетях мы дождаем там «Лихие 90-е век 19-й». Понятно, что кто-то что-то там заподозрит, кто-то начнет спрещенцевать. Ну, понятно, Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков. Когда-то мы их где-то видели, они когда-то представляли «Лихие 90-е век 20-й». Мы прожили серьезную историю тогда. Мы ее не забываем. Да, это хороший сериал. И недавно я как раз разговаривал с Лешей Сидоровым. Мне позвонил, он сейчас будет снимать новую историю, другую совершенно. На него не похожую. Мы с ним разговаривали. И я, Леша, говорю, Леша, помню тебя, дорогой. Вспоминаю, это действительно были замечательные годы, которые мы прожили вместе. И мы с Димкой тогда познакомились. Это были хорошие времена, когда мы вместе, мы притирались, когда мы очень многое, что для себя понимали в этой жизни. А здесь, получается, 19-й век. Вот насколько 19-й век не похож на 20-й век или на 21-й век? Посмотрите, люди были благородными. Были. И наш герой выступает за честный бизнес. Вообще, честный бизнес возможен? Я задаю вопрос, который, я думаю, волнует многих. Честный бизнес, возможно? Вообще, слово понятие бизнес. Бизнес. Герой Василько говорит о расчетах. А что бизнес? Бизнес – это дело. Это дело. Почему обязательно расчеты? Это обязательно нужно украсть, кого-то облапошить. Перехитрил. Человек рядом, партнеры, обхитрил. Там на этом выиграл, на процентах здесь. Почему? Человек расчетливый, наш герой – математик. Они ему говорят, что он честной прикладной математикой занимался. Он не математический ум. Он может просчитать ситуацию для того, чтобы потом выиграть. Здесь вложил так, так, так. Это и есть русский бизнес. Мы решили сказать о русском бизнесе, что это все-таки не расчеты жульничества означают, а честный расчет означает трезвый взгляд на жизнь. Вот о чем хотелось поговорить. Дмитрий, вот режиссер «Безруков» – это не то же самое, что партнер «Безруков» по игре. Это человек-бригадир, это командир, он давит или нет? Да, действительно. У Сережи есть руководящий талант. Я думаю, что да. Он с такой любовью, трепетом, честным отношением относится к той труппе, которая уже есть в губернском театре. И, ну, можно даже сказать, такой режиссер-воспитатель, который берет каждого персонажа, даже эпизодическую роль, и делает из нее целую роль, целую судьбу, историю. Это довольно интересно оказалось. И даже, ну, так сказать, сначала мы по-дружески так почитали, что-то начали разбирать, а потом уже пошла профессия. И Сережа интересно это все дело разбирает, раскладывает, придумывает, фантазирует и создает целый мир. Это такая карусель, ярмарка, какая-то фантазия, полет такой свободной фантазии с невероятной такой, как будто даже ребяческой энергией, которую не сделаешь, не придумаешь вот так, скрупулезно сидя, значит, специально. Оно вот прям вот рождается искрометно только благодаря Сережиной энергии. Дмитрий ушел от ответа. Нет, стрелять на сцене мы будем. Если кого-то интересует, допустим, скажите, пожалуйста, а мы будем стрелять? Пистолет заявлен, пистолет того времени, и стрелять он будет довольно-таки серьезно. Не волнуйтесь, никто не пострадает, но стрелять будем, а может быть, я не знаю, ну посмотрим, но стрелять будем, потому что, честно говоря, страсти, которые кипят. Комедия-комедия, ну как сказать, в комедии всегда ищи драму, потому что люди-то настоящие, чувство-то настоящее, если, допустим, Александр Николаевич в пьесе «Бешеные деньги» не дает нам такого простора любви, мы все-таки выступаем за то, чтобы была любовь, чтобы и Карина Андоленко, и Дима, это была та самая пара. Вроде и внешне-то они замечательно подходят друг к другу, но есть характеры, есть характер богатейшей девушки, которая действительно принадлежит к тому самому высшему классу, когда с детства она не считала деньги, она даже не знала, откуда они берутся, они вот из тумбочки достаются, и вот потом, она даже не знала, я знал, что есть деньги из тумбочки, их несут туда, там и все есть, вот все есть с детства. И вдруг в одночасье, мы не будем рассказывать сюжет, все равно, пускай придут, посмотрят, но что такое богатство и бедность, это все то, что дает Островский в каждой из своих пьес, что такое бедность и богатство, что такое честь, понятие чести, что такое компромисс между честью и богатством и бедностью, что такое порок, что такое доброта человеческая, что такое честность, вот это все есть в пьесах Островского. Остовский вообще велик. Велик как драматург, который дает русский характер, мне кажется, во всем его многообразии. Противоречивый характер. Здесь великий актер и великий режиссер, поэтому здесь... Спасибо. Как нам вот так вот сейчас вот... А теперь попробуйте доказать обратное, да? На самом деле. А бывает так, что в комедиях смеются не там, где режиссер задумал, и наоборот, не смеются там, где надо бы? Зачастую такое бывает, конечно, но при талантливом раскладе все-таки там, где режиссер задумывает, там происходит реакция. Там, где нужна, так сказать, тишина и только созерцание, там это нужно выдержать. Ну, комедия сложнее, чем драма для актера? Вот, допустим, вот в вашем случае для вас. Сам жанр комедии сложный. Разная аудитория, разный юмор, разные возраста. Поэтому сложно угадать с комедией на зрителя и как ее подавать. На смешать гораздо сложнее, нежели... Чем застать расплакаться? ...драму, да, расплакаться. Понятно, что времена у нас сейчас довольно-таки жесткие, и люди находятся в состоянии некой агрессии внутренней. Они приходят в театр за праздником. Идти в чистом виде драму, я не знаю, насколько зритель сейчас готов, потому что кругом и по телевизору смотрят такое, что просто действительно жить не хочется. И выходя на улицу тоже столько негатива. Люди обижают друг друга, они оскорбляют друг друга. И в интернете идет вот это оскорбление, негатив. И хочется прийти и получить вот это ощущение положительной энергии праздника. Почему? Уже что-то пишут про спектакль? Нет? Нет, нет, нет. Я говорю вообще про интернет, и про блоги, и про то, что на самом деле в соцсетях. Хотя, допустим, я в соцсетях представлен довольно-таки серьезно. То есть я есть везде. И в Инстаграм, и в Трикарсе, и в Фейсбук. И у меня, слава богу, те, которые ко мне приходят, и которые подписаны на меня, они как раз отмечают, что я как раз о добре говорю. Ну, господа, сколько можно, когда негатив сплошный, все-таки хочется так по-доброму. И люди просто ходят за хорошей энергией. Мне очень хочется, чтобы как раз спектакль «Нашла коса на камень» был тем самым праздником. У нас ярмарка в фойе. Ярмарка. Да, я читал. Мы выставляем ярмарку, лотки, настоящие 19 века. Ярмарка. Ходят и женщины с лотками, с подносами. Есть чистильщик, который чистит обувь. И вот это ощущение атмосферы 19 века прямо со входа в театр. Мне очень хочется, чтобы люди попали в театр на праздник. Им уже хорошо. Ходит дворник, чистильщик здесь же, здесь же лотки, здесь же играет музыка живая, живой оркестр. Вот это ощущение праздника. И потом они идут в зал, и праздник продолжается. Понятно, что праздник с намеком, потому что есть те самые темы, которые очень важны, чтобы они для себя поняли, что все-таки, что самое главное в жизни. А вы их проговариваете прямо так, как режиссер, вот эти темы? То есть вы актуализируете как-то эту... Мне очень важно, конечно, мне очень важно, о чем спектакль. О любви. Да, и о деньгах, потому что это все ходит совсем рядом в нашей жизни. И деньги любуют, это все рядом. И вот эти провокации, которые происходят. Что такое, когда человек, допустим, безумно любит, но ему приходится поступать, ну, потому что так надо. Не потому, что он вот такой вот жадный. Нет, он поступает так, потому что любит безумно. Каково? Каково? А кто-то, наверное, со стороны подумает, какой он жадный. Ну, не жадный человек, просто не хочет разориться. Но вот почему он так поступает? Ради любви? Да. А что такое девушка, которая почувствовала, наконец, счастье, обладание, что она действительно полюбила по-настоящему, и вдруг море разочарования, или наоборот, это в глубине души своей желание понять, почему ты так поступаешь? Ради любви или нет? Но получается так, что... Это да, это то, что называется вечными ценностями. Вот это понятно. Те самые личности, которые дает действительно нам островский. Да. Вот смотрите, с комедии какая история. Вот если мы смотрим драмы, допустим, 20-30-х годов, они воспринимаются абсолютно адекватно. А комедии не всегда бывают смешными. То есть вот с чувством юмора-то что-то происходит. Вот Чарли Чаплин, кого он сейчас, ну, по большому счету, может насмешить? Не знаю, не смешно, не смешно. Ну, не так смешно, как это было раньше, говорят. Может быть, хотя это все равно смешно. Нет ощущения, что чувство юмора, оно как-то от поколения к поколению корректируется в гораздо большей степени, чем там чувство страдания какого-то. Специфика игры. Дело в том, что Астружский, очень много апарт звучат в зал. Он так прописан, что обязательно должна быть апарта в зал. То есть я беру зрителя как неким собеседником. Это третий партнер. Помимо партнера на сцене, это очень важно. Это не всегда удобно, потому что актеры и люди профессиональные, уже воспитанные в современном театре, в современном кино, они привыкли играть органично. Ну как? Я же не играю для вас. Я с ним играю. И заодно, как говорится, вам еще говорю конкретно ту самую цитату или ту самую апарту, а потом опять продолжаю играть. Это смотрится как-то неорганично, потому что органично, когда мы живем в кадре как герои, общаясь друг с другом. Астружский, тем не менее, требует, чтобы, допустим, какая-то фраза прозвучала на зал. Это та самая апарта. Она есть и у Бумарше, она есть и у Мольера. Апарта в зал. Допустим, Карина, она всегда говорила, что нас учили, и мы учились работать с партнером. Ей очень сложно, ей невероятно сложно, она сама говорила, мне очень сложно. Я привыкла работать с партнером глаза в глаза, каково это развернуться на зал и, допустим, играть через зал. Какие-то фразы, реплики через зал. По Станиславскому есть знаменитая четвертая стена. И ты не замечаешь зрителя, ты должен не замечать зрителя по Станиславскому. Астровский же тебя заставляет все равно иметь в виду зал, потому что многие монологи, допустим, Дима произносит монолог, Глумов, Антон Хабаров выходит и произносит монолог через зал. Я беру третьим партнером зал, через него провожу свои мысли, свои взгляды, потом опять продолжаю общаться с партнером. Это невероятно сложно. То есть, с одной стороны, это некая неорганика происходящего, если ты говоришь, ну как, господа, ну как, вы говорите в стену? Нет. Зритель является третьим партнером. Очень важно, чтобы какая-то фраза прозвучала через зрителя, чтобы он ее понял. Я просто играю 15 лет Островского, на всяком случае, довольно простоты, спектакль, который пользуется успехом до сих пор. Я не говорю заранее, я просто, пожалуйста, приходите, посмотрите, как воспринимают зрителя нашего Островского. Это спектакль табакерки, 15 лет спектакля. Играем, и как воспринимают. Каждая фраза попадает в зрителя, каждая фраза. Почему Олег Павлович Табаков всегда нам показывал, как играть. К вопросу о третьем партнере, который, вот о Карине, который, не знаю, как хотел, ей этот вопрос задать, задам вам. У нас пьеса «В ожидании года», у нас нет партнёжа, мы думаем, где же Карина Андоренко, Карина. Ну, вообще, можно не бояться за комедию Островского, потому что как ее сыграть, да, комедию? Не как она написана, как ее сыграть? И, безусловно, мы адаптируем это к современному зрителю. Вы скажите, вам, как актёру на сцене, если вы играете мужчину, влюблённую в женщину, для вас важно, чтобы актриса вас привлекала, чтобы она была привлекательной? Или вы такой актёр, который вы можете, вот, ну, я не знаю, вот, Изабелле объясниться в любви и сыграть с Изабеллой? Даже если партнёрша с первого взгляда не приглянулась партнёру, актёру, то у Станиславского есть правило, что неудобное сделай удобно, а удобное приятно. Только по такому принципу. Понятно. Конечно, ну, как... Дмитрий уходит от ответа в этот прямых, вот, просто вот, шикарно совершенно. Я понимаю, что существует фантазия актёрская, ты можешь, конечно, себе насочинять, нафантазировать просто образ Милли Монро, но Карина достойна того, чтобы всё-таки быть любимой, потому что Карина действительно красивая актриса и талантливая актриса. И мне очень важно, единственное, что она настолько искренне, честно, правильно, ей нужно сыграть немножко испорченную, девушку, испорченную богатством. Это идёт момент, когда актёру дают роль, и актрисе дают роль на сопротивление. Она слишком правильная и честная для того, чтобы в себе воспитать ощущение некой испорченности. А когда роскошь... Ну, такая привычка, когда... Ну, когда всё, всё на готовеньком. Когда есть характер, когда ей нужен принц на белом коне, а Дима в самом начале... Ну, посмотрите, ладно, как выглядит Васильков в самом начале. Я не знаю, насколько она может себе представить Диму принцем, но другие партнёры выглядят более презентабельно, чем наш герой в самом начале. Это девушка, воспитанная в богатой семье, и нужен подстать такой же принц. Она королева, а королеве нужен, конечно же, король. Он должен выглядеть так, в латах, наверное, на белом коне, развивающаяся гриба коня, и у неё такая же развивающаяся гриба, как в одномённом мультфильме, не будем говорить какой. Но, тем не менее, она ищет такого принца, она ждёт его, и идёт несоответствие. И вот она легка... И вот на самом деле, видите, как мы подводим как раз к тому, кто в студии появляется. Самый нужный момент, да. Илья, конечно, присаживайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья, как раз та самая королева. Ой, какая прелесть. Садитесь. Прелесть, ну, конечно, привет. Вот, королева. А мы всё про вас и про вас. Да? Да, 20 минут мы говорили. Только-только про вас. Вот Евгений только что спрашивал, насколько сложно Дмитрия представить принцем, влюбиться в него, как сложно бороться с отвращением к партнёру. Ага, и как ещё сложнее представить Андоленко принцессу. Ну, так как? Это был вопрос, на самом деле. Всё наглядно, посмотрите. Мне кажется, это не так сложно сделать. А вот мы говорили, вы достаточно испорченная, чтобы играть чуть-чуть испорченную? Я не знаю, это к режиссёру. Нет, 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 ты сама, сама, ты сама, ты сама, вот есть из жизни, что играть? Всех не вопрос к режиссёру. Ну... Из жизни есть что брать для испорченности, для избавленности? Ну, что-то есть, наверное, да. Да, но не настолько испорченно, как принято было считать до этого Чебоксаровым, как и раньше играли, поэтому, мне кажется, у нас она и менее испорченная. Нет, вопрос-то, конечно, про тебя был конкретный лично, насколько тебе роль на сопротивление. Я лично считаю, я не скажу за Кариной, но, ну, сколько я успел... Всё, можно расходить. Я мог просто, на самом деле, поговорить... Савер же ответил. Нет, я просто говорил о том, что, на самом деле, я впервые работаю с Кариной. Нет, человек просто настолько положительный. Но в качестве режиссёра вы впервые с Дмитрием работаете, вы в качестве режиссёра... Дима со мной работал как режиссёр. Вот, так что у нас было в другую сторону, мы просто... Получалось так, что Дима меня пригласил, и я снимался в его новелле, в фильме «Мамы». Так что Дима первый работал со мной как режиссёра, я уже здесь уже второй как режиссёр, с ним уже работаю. Карина, а вы когда-нибудь будете как режиссёр работать? Как вы для себя видите? С этим артистом? Конечно, с такими артистами, как Дмитрий Сергук. Делись бы, поруководить. Ну, я думаю, через пару лет, десятилетия. Через пару лет, конечно. Мы повзрослеем, потому что мы должны быть гораздо взрослее. Что самое сложное было вот в этой работе для вас? Ну, всё, наверное. Потому что так как-то... Спина. Да, вот началось. Я сразу, кстати, пересмитываю. Мы же сейчас как ходим, да, с сутылыми спинами, в джинсах, а здесь вдруг почувствовать эту красоту, откопать в себе где-то женственность, манкость, где-то потерянную. Поэтому всё было сложно, но от этого и интересно. Потерянные два спинамики. Ваша героиня деньги не считает в том смысле, что она выросла... Да, она в этом не виновата. Нет, кто же в этом виноват? Покажите мне человека, который бросит камень в этом смысле, в кого-либо. А это сложно, на самом деле, изображать вот такую финансовую независимость для вас? Нет, я транжира. Вот в этом как раз мы с ней очень похожи, к сожалению, к моему. В чём вы не похожи с героиней? Мы не похожи... Я мягче, я не такая категоричная, как она. То есть, мне кажется, самая большая её проблема, это как раз вот эта жестоковыность такая. Она не умеет уступать, к сожалению. Да, и она, если что-то себе придумала, и вбила, и даже осознавая в чём-то, может быть, где-то, что она не права, она не умеет уступать. И ей так это сложно делать, и от этого все её беды. А вы пьесу читали? В принципе, нет. Нет, вы знаете, вот думаю, сделать это над ней. Нет, до того, как вы стали над ней работать. Я это имел в виду. До того. Вы читали про бешеные деньги? Да, у меня было вообще... Я не рассказывала, кстати, об этом. Я поступала в институт с монологом с её. Но он так и не был использован, потому что я всё предлагала прочесть на вступительных, а мне всё говорили, а, не надо, спасибо. Карина, вы очень поздно приехали, но я на самом деле понимаю, что мне с вами надо будет поговорить ещё раз как-нибудь отдельно. Хорошо. Без мальчиков. Ой-ой-ой. Я надеюсь, к этому времени мы уже пристроим Изабеллу. Вам большое спасибо. 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 Вот, я желаю вам, ну, как вводить творческого успеха, и с наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо за вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.